Сегодня кратко оценим энергию, запасаемую в конденсаторе, земном конденсаторе. Земной конденсатор, так называемый, он расположен между поверхностью Земли и сферой филисайда. Сферой филисайда примерно можно считать, и недельный слой располагается отражающие сигналы радио в коротком диапазоне числе. Но, как известно, задача оценки несложная. Если строго считать, то сложно, а оценить несложно. Вот, что мы имеем. Вот у нас земля, отрицательно заряженная. И, видите, у нас сферой филисайда, заряженный плаватель. Ну вот, R это радиус, как я покажу, радиус Земли, R Земли. Hx это высота расположения сверой филисайда. Вот, каким образом мы видим. Ну, несложно взять форму из любого учебника, например, у Аркула, старый учебник, который, наверное, можно ссалаться. Все здесь сошли. Вот у нас получается шкаф. Эта емкость становится 4 филисайда и делится на обратное увеличение. И делится на радиус Земли, минус, и делится на радиус Земли. Вот высота сверой филисайда. Ну, отсюда, если взять только радиус, если емкость земли, как сферу, емкость сферы, одной сферы, то это будет вот такая задача. Ну, и немножко преобразуя эту первую форму и формулу, можно записать из кубы емкость сверой через емкость землесферы. И делится, когда все объявили на высоту плавательного сага. То приблизительно равняется, поскольку Аркула много больше высоты слой филисайда, то здесь единицы этой можно поменять, чем разъеме на 2 сага. То это будет емкость землесферы на отношение радиуса Земли к высоте расположения сферы филисайда. Ну, и здесь я положил, не знаю, правильно или нет, но радиус Земли положил 6400 км. Это 6400 км. А высота слоя филисайда 64 км. То есть отношение это равно примерно 100. И мы получаем до емкости в целом величину примерно 7 сотых фарадов. Ну, учитывая, что напряжение, напряжение сферы филисайда относительно землевой поверхности примерно равняется 500 кВт. То есть, то можно оценить эту емкость, этого конденсата. Она равняется примерно, значит, 83 кВт. Это без учета, это без учета, это без учета ваков, потенциал которых сотни, десятки и сотни мегавольт. То есть, получается, итоговая емкость довольно-таки большая, она возобновляемая, по-моему, 83 кВт. А если рассматривать систему с нашим искусственным облаком, который мы рассматриваем на одной из лекций, то здесь надо рассмотреть другую картинку. Вот такую картинку, где вот S это площадь искусственного облака, емкость ее CX относительно земли, то есть C0 относительно земли из целого облака. И CX относительно сферы филисайда. Ну, остальные обозначения те же, что в предыдущей задачи. Вот мы видим здесь следующие величины. C0, H0, 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 H0. И H0, 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 H0. И H0, 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 H0. И тогда общую конденсацию с глицейной задачей можно в итоге рисовать в виде. ЕЦ емкость предыдущей задачи, CX это емкость облака относительно серого филисайда. И C0 это емкость облака относительно земли из целого облака. И два напряжения. Напряжение с серого филисайда и напряжение с пустым облака. При этом, естественно, напряжение с пустым облака гораздо лучше будет, чем напряжение плюс и викс. А ноль будет гораздо больше, чем плюс и викс. Вот такая конденсационная простая схема. Можно рассмотреть относительно емкостей. Что касается самого диода, диод сферы филисайда и земля, диод, который является естественным диодом. То здесь надо рассмотреть, строго говоря, решение уравнения пласона, как положено, сферических координатах относительно заряды, распределения зарядов по высоте. То есть достаточно хорошо в литературе можно, здесь я сошлюсь на литературу, и можно будет это все просчитать и вывести соответствующую формулу боль-талперной характеристики земного диода. Ну, как известно, там получается, если для плоского диода, то в степени трех вторых и так далее, зависимость плотности только от напряжения на подкладках этого диода, на полной степени трех вторых он хорошо известен в теории диода. Ну, вот, но здесь следует учесть, что несмотря на то, что атмосфера довольно слабая кроводукция, хороший диэлектрик, но в то же время с каждого квадратного метра несколько миллиампер, с ним ток постоянно течет, без-за разницы потенциала поскольку, и он в воде, что всегда присутствует. Так что, в целом, если проинтегрировать по всей земной поверхности, то есть это море, суша и так далее, все, если этот ток посчитать, то он примерно 18 киломпер будет. Между 1,8 киломпер и 18 киломпер, это такая оценка. Ну, если с учетом того, что было очень огромная поверхность земли, то вот получается такая большая, такой большой ток. Ток, это начальник ток. И при управляющем на призыве, который представляет наше облако, углевое управляющие на призыве будет, ну, естественно, будет, тут может проявиться одинакронный эффект. Вот в такой схеме. И рассматривать уже надо как теорию тревода. Тревода, ну, газы на полном, при этом газ в нормальной плотности. Обычно треводы рассматривают при вакууме в основном, чтобы без учета рекомбинации заряда, возможности рекомбинации заряда и так далее. Но, в принципе, для быстродейших треводов учитывается ток переноса на поле полного тока. То есть здесь надо учитывать, конечно, что при нормальном атмосферном давлении, степени рекомбинации заряда, электронов, захват электронов, образование вторических электронов, является такой проблемой. Ну, в общем, в некоторых работах Фортова, группа его Фортова, этот вопрос рассматривает. Посмотрим, как я раньше буду отмечать. Поэтому вот такой вот теоретический подход. Следует его применить и к данному тоже вопросу, к данному диоду, к данному триоду для начала. Соответствующую теорию можно взять, соединив несколько теорий, теорию газонаполненных ламп, в частности, и образовать некоторую математическую модель расчетных. Для учета нелинейных учетов происходящих здесь. То есть фактически надо рассчитать, построить вольтамперную характеристику в зависимости от вольтамперной характеристик. Поскольку напряжение Филисайдер мало меняется, хотя меняется, но в то же время в небольших пределах, мы можем регулировать напряжение на сетке, которое здесь у нас искусственное облако. Сетка этого триода является, здесь мы можем регулировать мощь у него, а также высотой расположения этого облака и, соответственно, тоже параметры материала этого облака. Вот такое замечание. А энергия, конечно, если посчитать, хотя емкости, в принципе, здесь для энергии можно не учитывать в емкости, потому что на искусственном облаке образуются заряды за счет трения облака, атмосферного трения этого облака, об атмосферу. Поэтому здесь следует рассматривать, если ток рассматривать, то можно рассматривать максимальное накопление этого заряда, скорость его накопления на облаке. И когда мы снимаем уже этот заряд, земля, снимаем его, то здесь надо учесть скорость съема. И так, чтобы съем заряда у нас, скорость съема этого заряда и скорость его образования были бы отрегулированы нами расчетным путем для начала. Потому что все время ставить эксперименты, такие масштабные, они не производительные, дорогостоящие картины. А эти вопросы мы можем с вами прекрасно рассчитать в ходе курсовых работ, дипломных работ, реабилитации по этому направлению. Ну вот такой путь решения этой задачи, то есть я даю такую направляющую косинку, как говорят, специалисты, некоторых специалистов. Вот такое сегодня краткое голосообщение по поводу подхода к нелинейной вот этой задачи, расчета характеристики атмосферного диода и триода с учетом нашего искусства. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Будьте здоровы.